Играет музыка Это очень важно, слушать друг друга, даже если ты не был на концерте, ты можешь посмотреть это, не только послушать, потому что аудио это одно, но вот это сочетание с тем, как человек это все переживает, как это проходит через него музыка, все это, конечно, очень важно телевидение. Мне так жалко, что многое мы не можем увидеть. Ту же поэму Шассона, я вам скажу, я так хотел увидеть. Это одно из самых сильных впечатлений моей юности. Это было где-то в конце войны. Приехал к нам Минухин. И перед этим, а тогда были эти громкоговорители на улицах, и тогда поэму Шассона давали Минухина, а дирижировал Энеску. Вы знаете, это было как раз время, когда мы шли в школу, вторую смену, потому что мы уже были старшие классы, заниматься никто не мог. Все это слышали, это впечатление на всю жизнь. Ну, вот так мне хотелось это посмотреть, увидеть Минухина. Ну, Минухина больше, представляю себе, но за дирижерским пультом Энеску. Ну, я Энеску тоже слушал у нас. Он ведь, знаете, он приезжал на гастроли, очень интересно, он выступал как скрипач, как пианист, как дирижер и как композитор. Он играл сольный концерт, сонаты, с Собориным, а потом он играл сонатный вечер с Ойстрахом, на рояле он играл. Потом он играл с оркестром, он дирижировал и своими произведениями, и играл концерт Хачтуряна. Это тоже незабываемо, интересно играл. Он почти не натягивал смычок, вот я иногда даже трость слышал, но музыкант это был, это, конечно, божий дар. И не дар он, Минухин его считал своим одним из самых больших учителей, и он многому у него научился. Энеску он был божественный скрипач, божественный музыкант, так скажем. Потому что я не знаю, что он делал лучше, он все сделал замечательно. Спасибо. Вот так. Спасибо.